Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами писания. И сегодня я хочу с вами поговорить о самом главном. Что самое главное для каждого человека? Конечно же, жизнь и здоровье. Жизнь и здоровье его самого и его близких людей. Что такое жизнь? Это наивысшая степень проявления любви нашего Создателя к этому миру. Весь этот мир, вся Вселенная, все условия во Вселенной были созданы для того, чтобы существовала жизнь. И поэтому мы должны ценить ее как божественный дар в каждом из нас, как божественный дар в каждом живом Создании. Очень жаль, что не все люди это понимают, потому что мы несем ответственность за каждое живое существо на нашей планете. Я думаю, что вот эта тема наиболее актуальна стала в последние времена по той простой причине, что всем нам хочется дожить до финала, до того момента, когда произойдет переход на новый уровень развития. Ведь богодуховенные тексты говорят о том, что мы сначала придем к веку долголетия, а затем придем к веку бессмертия. И ведь изначально мы созданы для того, чтобы жить долго, для того, чтобы быть здоровыми. И это нам доказывают тексты, которые рассказывают нам о наших первопредках. Но мы потеряли эту способность, потеряли по собственной вине, по вине наших прародителей. Почему я сказала по собственной? Потому что мы являемся частью их. Я хочу начать с той цитаты, которая у нас дана в текстах «Бытия», где рассказывается о том, почему Адам и Ева были изгнаны из рая. Для того, чтобы вы осознали, что необходимо сделать на сегодняшний момент, для того, чтобы остаться в рядах богоизбранных. Последние времена ведь наступили, и знамения этих последних времен налицо. И слухи о войнах, и войны, и катаклизмы, и эпидемии, и болезни, которые уносят жизни многих людей, и взрослых, и молодёжи, и детей. И грустное пророчество о том, что останется только одна треть человечества, и каждому из нас хочется попасть в эту одну треть и стать богоизбранным. Потому что именно богоизбранные увидят те славные, дивные дела, которые замыслил Бог на скончание века. Итак, «Бытие», 3 глава, 23, 24, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простёр он руки свои, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой он взятый, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Понятно, что дерево жизни, дерево добра и зла – это аллегории, библейские аллегории, которые говорят о том, что нужно вкушать плоды с дерева добра, и это дерево является заповедями нашего Создателя, которые приведут нас к вечности бытия. Это доказывает наш Мессия Иисус Христос, который так же приносит через тексты Евангелия подобную информацию. На сегодняшний момент мы вкушаем, к сожалению, с дерево познания добра и зла, и делаем пока ещё злые дела. Так вот, те события, которые происходят, – это испытания. Неиспытания для каждого человека. Разницы нет, простой это человек или человек. У власти каждый ответит за то, что он делает. И каждому воздастся по его делам и по его вере. А теперь мне хочется вам напомнить цитаты из Откровения Иоанна Богослова, где рассказывается о том, что в новом граде Господа Бога Агнец Божий будет водить своих подданных к целебным источникам вод, к деревьям, листьям и плоды которых будут давать исцеление. С одной стороны, речь идёт также о знаниях. Эти знания должны быть связаны с богодуховенными текстами Писания. С другой стороны, все знания, которые смогут привести нас к долголетию, являются наиценнейшей информацией, которую мы должны использовать. В первую очередь, мы должны познать самих себя и научиться жить долго. А для этого мы должны оценить все те дары, которые нам даны. И вот сегодня я хочу поговорить частично об этих дарах. Очень трудно выживать людям в условиях пандемии. И порой мы не знаем, что нам делать. Несмотря на то, что лекарства находятся у нас под ногами. Вы знаете, я нашла сегодня любопытную статью. Эта статья рассказывает об исследованиях, как ни странно, американских учёных. Я сейчас вам зачитаю цитату. Американские учёные считают, что горячий отвар полыни горькой может стать альтернативой вакцинам против ковида. Согласитесь, любопытная информация. А дальше даётся рекомендация, что при вирусных заболеваниях желательно жевать траву полыни горькой. Вы знаете, наши предки на Руси называли эту траву ничем иным, как дерево Бога или божественное дерево. Вспомните, какими сильными и здоровыми были наши предки, славяне. Это были богатыри. И мы должны последовать их примеру. Должны использовать те их знания, которые нам даны. И если есть шанс на сегодняшний момент выжить при помощи этой травы, нужно его использовать. Вы знаете, я почитала те свойства, которые ей присущи, и была откровенно в шоке от той информации, которую приобрела. Потому что я использовала это лекарство, по-другому я назвать его не могу, практически интуитивно. Но об этом расскажу немножко попозже. Я вам хочу сказать, что когда я была молоденькой студенткой биохимического факультета и изучала списки лекарственных растений, произрастающих на территории нашей страны, то я пришла к осознанию того, что Господь Бог благословил Россию. Благословил на долголетие и на здоровье. Поскольку такого количества полезных лекарственных растений нет на территории ни одной страны. И мне бы хотелось, чтобы вы приняли этот дар свыше и помогали себе жить долго и быть здоровыми. Но давайте теперь вернемся к этому растению. Я вынуждена была употреблять эту траву по той простой причине, что я не знала, что мне делать вообще. Я находилась на грани жизни и смерти. У меня обострилась анемия, и показатель гемоглобина был достаточно низкий. Это была цифра 55. Через месяц показатель был 136. Единственное предупреждение, которое я хочу сделать, это то, что мы можем употреблять полынь в течение месяца. После этого необходимо делать двухмесячный, трехмесячный перерыв. Итак, почему американские ученые говорят о том, что именно полынь может помочь нам в условиях пандемии? Дело в том, что она является природным антибиотиком за счет вещества, которое называется артемизини. Помимо этого, это самая горькая трава на планете Земля и содержит горькие гликозиды, которые помогают обладать траве теми свойствами, которые ей присущи. Сами посудите. Это, как мы выяснили, противовирусное средство, противомикробное средство, противогрибковое средство, противогельминтное средство, противораковое средство. И употребляя полынь, мы можем восстановить абсолютно все органы и системы, поскольку она выводит шлаки и за счет наличия антиоксидантов, восстанавливает, регенерирует клетки нашего организма и омолаживает, самое интересное, клетки головного мозга. Я вам сейчас перечислю те заболевания, от которых можно избавиться, употребляя полынь. Это не выдумка. Это действительно перечень тех заболеваний, от которых люди могут избавиться при помощи этого средства. онкология, бронхиальная астма, гепатит, цирроз печени, панкреатит, дерматиты, псориаз, всевозможные половые инфекции, которыми страдают люди, заболевшие венерическими заболеваниями, трихоманиаз, уриоплазмоз, нарушение работы мочеполовой системы, все это восстанавливается при употреблении полыни. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы взяли на вооружение божественное дерево наших предков. Я уж не знаю, почему они его так назвали, потому что, поскольку я понимаю, что это многолетняя трава, которая растет практически везде, повсеместно на территории нашей страны, мы можем найти ее и на юге, и на севере, в средней полосе России. Ее достаточно много и в Западной Сибири, и в Восточной Сибири, и севернее. И это то лекарство, которое находится на сегодняшний момент в ваших руках, и оно доступно. Всего вам доброго, здоровья вам и долголетия. И не забывайте, что мы должны изучать традиции наших предков, изучать те лекарственные растения, которыми они не пользовались, поскольку практически нет на территории России деревьев, трав, кустарников, которые являются бесполезными. Все у Бога продумано. И народ России получил благословение. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok